Эта техника выполнения фэшн-иллюстрации получила название аквографика. Автор курса, архитектор и художница Наталья Коноваленко рисует всю свою жизнь. А в последние годы главное ее художественное увлечение – модницы и модники, изображенные маркерами, лайнерами и акварелью. Это у нас акварель жидкая. Почему жидкая? Потому что можно всякие пятна делать. В воде растекаются красиво маркеры, спиртовые маркеры, акварельные маркеры и графические такие вот линеры, брашпены называются, которые можно мягкие линии рисовать. Профессионал создает такой рисунок легко и быстро. Но, пожалуй, главная прелесть этого жанра в том, что освоить его могут даже взрослые, даже с нуля. У нас даже курс так называется, фэшн-иллюстрация для начинающих. Первое занятие у нас – построение фигуры человека. Как тень, свет ложится, показать, как фигура в движении. Во-первых, мы фигуру человека строим не реальную, а все-таки больше фэшн, то есть удлиняем ноги. Потом мы немножко портрет затрагиваем, потому что выражение лица, ну, я считаю, что важно. А потом уже мы переходим к одежде. Потом переходим к текстурам. Мех, трикотаж. Как это изобразить? Кто-то пришел, потому что в детстве не нарисовался. Просто приходят, потому что хотят рисовать. Им даже, может быть, не столько мода и модные иллюстрации. Это вот как просто научиться заново что-то открыть для себя. Но в основном именно здесь занимаются, конечно, кто профессионально хочет это применить. Кому-то видно, что нравится. Очень худенькие, кому-то полненькие. Они так и рисуют, даже не переучить, поскольку не подходишь и не исправляешь рисунок. Он в следующий раз, она все равно сядет, то же самое будет делать. В основном еще, ну, можно заметить, что люди рисуют себя в основном. За шесть занятий можно понять основные принципы иллюстрации. Но для того, чтобы рисовать свободно и изящно, требуется практика. Очень, например, приятно, что меня пришли поддержать мои бывшие студенты на это занятие, у которых уже есть свои бренды, ну, ателье или бренд одежды, как у Жени и у Юли, например. И, конечно, я очень горжусь ими, их достижениями. Вообще была, ну, вот, практически не рисующая. То есть это такой был, ну, детский уровень совсем, любительский для себя, какие-то зарисовочки. Поскольку пришли учиться на модельерку с докторой, и, естественно, нужно было рисование. И мы теперь можем отобразить на бумаге то, что у нас есть в голове. А для нас, как для дизайнеров, это, ну, прямо очень важно. Вот. То есть я могу показать, с чего все начиналось. Вот это самое первое занятие, когда мы просто учились строить фигуру человека. Пропорции, чтобы все соблюдать, голову строили. И, ну, и дальше уже на занятиях мы стилизовали какие-то образы, что-то вот просто зарисовки из модных журналов. Дальше уже какие-то свои, ну, мини-такие фантазийные коллекции придумали, придумывали разными, в разных вариантах их интерпретировали и работали с цветом, работали, собственно, вот с красками, с размытием, с растушевкой. И вот в итоге сохранились вот такие вот интересные штуки делали. Пожалуй, все девочки в определенном возрасте любят рисовать красавиц в нарядных платьицах. Сегодня есть возможность делать это и в более взрослом возрасте, и на более высоком уровне. Рисовать красивых людей можно как по причине производственной необходимости, так и просто для души. Редактор субтитров А.Семкин